Доброе время суток, моя семья, моя интернет-семья, все, кто только что ко мне присоединился. Всем доброго времени суток. Вот такое письмо пришло. Сейчас я его прочитаю. Сначала хочу просто зафиксировать вам его. Может быть, кто-то хочет уточнить что-то. И вот ещё что. Я хотела бы, чтобы вы обязательно написали в комментариях своё отношение к этому делу, которое мы сейчас рассмотрим. Я даже знаю, что многие скажут, да ну зачем, зачем писать что-то, кому это надо? Это надо всем. Это такое своеобразное исследование и статистика, по которой я смотрю и делаю себе заметки. От этого я делаю анализ и выводы. А потом мы переходим к следующему обсуждению следующей темы. Это очень важно на самом деле, даже если кто-то думает, что для них это не важно. Вот так я подхожу к вашим комментариям, и мне вообще интересны люди. Именно моя интернет-семья и моя семья, и те, кто только что к нам присоединился. Подписывайтесь, оставайтесь с нами. И обязательно, обязательно, я уверена, ваша жизнь повернётся в ещё более лучшее русло. Мне 36 лет, пишет девушка, и я, как и миллионы женщин, хочу выйти замуж. Последние два с половиной года встречалась с мужчиной, который никак не мог определиться, нужна ли ему семья. Решившись, наконец, на серьёзный разговор с ним о браке, я поняла, что шансов у меня немного. Жениться он пока не готов. Но я тоже была не готова больше ждать, и ушла от него. Теперь я осталась без постоянного партнёра. Вот тут вот я хотела бы остановиться, сказать, вот это вот слово «постоянный партнёр». Он настолько режет мне слух, прям вот аж неприятно. Вот такая прям неприятная история, когда вот так вот относятся к половинке, да ещё от которой хотят иметь ребёнка. Постоянный партнёр. То есть вот и потому вы и разошлись. Это первый пункт. А пускай страдания по поводу потерянных двух лет жизни, внимание, не по человеку, вот второй момент, который меня смущает, а потерянных двух лет жизни. И я понимаю, что чтобы встретить следующего мужчину и создать с ним семью, у меня уйдёт ещё пара лет, а мне уже будет 38. Критический возраст для беременности. И тут я вспомнила о криоконсервации. На эту тему много мифов и пугающих статей в интернете. Поэтому я решила сама поговорить с врачом, который занимается этим много лет. Так я попала к такому-то доктору, к врачу-акушеру-гинекологу высшей квалификации, квалификационной категории, врачу-репродуктологу Центра репродуктивного здоровья, так-то называется Центр. И она помогла появиться на свет более трёх тысячам детей. Невероятно, но две трети из них родились именно из замороженной яйца клетки. Что вы об этом думаете? Вообще, криоконсервация, крио – это холод, консерву – это консерва, сохраняю. Это низкотемпературное хранение живых биологических объектов с возможностью восстановления их биологических функций после размораживания. И вот прежде чем мы перейдём к деталям, вот как проводится вот эта криоконсервация, давайте посмотрим. Во-первых, уже давно проводится криоконсервация, может более 20 лет. Я знаю, что один профессор, по-моему, Петров фамилия, он опубликовал доклад ещё в Крымском медицинском институте на три года раньше Эдвардса. А Эдвардс считается отец первого ребёнка из пробирки Луизы Браун, Англия, если вы помните. И вот технология криоконсервации развивалась и совершенствовалась в последние годы благодаря японскому эмбриологу Куу Ваяма. Замораживание яйцеклеток или, говоря научным языком, витрификация достигла высоких результатов. И сейчас размораживается более 95% яйцеклеток. В целом, криоконсервация – часть протокола ЭКО, мы знаем это, ЭКО, которая применяется по всему миру абсолютно во всех странах практически. Что считают женщины? Что если даже у неё всё хорошо, она молодая, у неё есть семья, криоконсервация – это такая страховка на будущее. Твой личный банк яйцеклеток. А теперь внимание, вот даже когда женщина живёт со своим супругом, Богом данным, если она себе делает страховку, то это не есть нормальный брак. Это совсем ненормальный брак, если, живя со своим супругом, она уже себе планирует страховку на будущее. Как я к этому отношусь? Я к этому отношусь кардинально отрицательно. Одно дело, когда ты по непонятным причинам, каким-то физиологическим не можешь иметь ребёнка. Что я хочу сказать вам? Что и всегда чужих детей не бывает. Есть прекрасная возможность вам послужить на радость и Отцу Небесному, и себе, и ребёнку, и взять, усыновить или удочерить. И знаете, что в Святом Писании написано? Вот что в Священном Писании. Книга «Исход» – это в той части Библии, и в Торе это есть «Исход». Там повествуется нам об истории еврейской женщины по имени Иохаведа. Она родила сына в то время, когда фараон приказал умертвить всех, абсолютно всех еврейских младенцев мужского пола. Почитайте, это «Исход», глава 1, с 15 по 22 стих. «И Иохаведа взяла корзину, осмолила, и, положив в неё своего ребёночка, чтобы спасти, она пустила по реке». Потому что, знаете, как собаки ходили в каждую семью, нос свой сували для того, чтобы найти и растерзать детей. И вот одна из дочерей фараона увидела корзину и достала ребёнка. Со времён, со временем она, ну ей вообще он очень понравился, и она со временем усыновила этого ребёнка, сделав его членом монаршей семьи, представьте, монаршей. И нарекла его Моисеем, вот той самой Моисеем. И он стал верным и благословенным служителем Божьим. Это уже исход, глава 2, стих с 1 по 10. Вот такая вот история об усыновлении. Значит, Святое Писание, оно поспешествует и всем тем, кто хочет усыновить детей и кто усыновляет их. Мало того, поддерживает всячески и рассказывает вот на примере вот этой истории. А в книге Эсфирь говорится о красивой девушке с таким же именем Эсфирь, удочерённой двоюродным братом после смерти её родителей. Вот, кстати, в Азии, в Туркменистане, если вдруг умирает мать, разные бывают причины, да, болезнь в родах и так далее, то немедленно ребёнка забирают либо двоюродная сестра, либо двоюродный брат и так далее. Это точно по книге Эсфирь. И вот эта Эсфирь, она стала царицей, и Бог использовал её для освобождения еврейского народа. В Новом Завете тоже есть упоминание. Иисус Христос был зачат Святым Духом, Матвея, глава 1, стих 18. Как бы он был в кавычках, можно так сказать, усыновлённый, воспитан мужем его матери, Иосифом, принявшим Иисуса как своего собственного ребёнка. И вот когда мы отдаём своё сердце Христу, веря и полагаясь на Него, как на нашего Спасителя, Бог говорит, что мы становимся членами Его семьи, не естественным путём человеческого зачатия, а через усыновление. Вот такое. Вот такое. И вот так вот, рассуждая, вот так вот, когда ты рассматриваешь всё через Святое Писание, ты понимаешь, что по-разному в семьях появляются дети. Господь нам это чётко показал, по-разному. Но это должны быть настолько критические обстоятельства. Вот, например, если у вас нет возможности иметь ребёнка, просто нет, тогда нужно усыновлять. Очень много детей, которые ждут свою маму, просто ждут. И они уже появились на этот свет в любви, может быть, не в любви. Но они появились в человеческом, понимаете, произведении. Когда люди, люди любили друг друга, как-то встречались, вот происходило вот так это. А не самозачатие в таком плане, когда захочу, тогда и будет. Либо играючи, а вот если с этим мужем не получится, а у меня есть замороженная яйцеклетка, получится. Потом я себе, в общем-то, ещё ребёночка возьму, и всё будет у меня замечательно. Вот так вот сделаю. Вот как бы играючись, так не должно быть. Такое я нигде не нашла. Ну и абсолютно точно я знаю, что если так вышло в жизни, что у вас, ну, не получилось вовремя забеременеть, родить ребёнка, вы занимались там чем-то непонятным чем, потому что ни одна, ни одна работа, я повторяю, не может заменить семью, не может заменить ребёнка, не может заменить наше женское предназначение, ни одна. Но, предположим, вот так получилось, либо какая-то медицинская причина и так далее. Вы знаете, усыновление как в физическом, так и в духовном смысле, оно освящено в благоприятном свете, в священном Писании, оно освящено Богом. И вы знаете, что усыновители и усыновлённые детки, они получают величайшее благословение, привилегию, отражённую в нашем усыновлении в Божью семью. Я абсолютно точно знаю, если брошенного ребёнка берут, получают привилегию, такой бонус для того, чтобы после вот этой вот, скажем, фазы, которая называется Земля, перейти в следующую фазу под названием Рай. Это такой бонус, это прощение стольких грехов. Но когда, играючись, ты заморозила свою яйцеклетку, а вот посмотрим, а вдруг я встречусь на 20 лет моложе с кем-то, ему понадобится ребёнок, вот тут вот как раз и ручки я потираю и так далее. А вот тут у меня сомнения, сомнения, если не сказать резко. Слова вместо любимого супруга, мужа, своей половинки заменить партнёром? Извините меня. И вот такие слова, что если есть постоянный партнёр, мы настоятельно рекомендуем, как они говорят, замораживать уже эмбрионы, яйцеклетки, облодотворённые спермы партнёра. Это так рекомендуют те, кто там работает, ей, этой женщине. И ещё они говорят, что если даже у женщины всё хорошо, она молода, у неё есть семья, всё равно это страховка. Вот как я до этого сказала, криконсервация, криконсервация, страховка. Представляете, вот эти вот даже самые слова, вот это всё противоречит тому, что написано в Библии. Никакие партнёры. В Библии написано, если вы уже вдвоём, вы одна плоть. Вы одна плоть, написано в Библии. То есть супруг и жена, вы одна плоть. Так, по Библии, никакие ни партнёры, ни партнёрша. Партнёр, партнёрша в работе могут быть. По бизнесу, по садоводству и так далее, и так далее, и так далее. А не по жизни, которую вы посвятили друг другу. Дальше, что меня выводит, скажем так, из русла размышлений нормальных, из нормального, поворачивает в ненормальное русло. Это когда я задала вопрос одному человеку, а сколько можно хранить? И вот был ответ такой. Бесконечное количество лет. Технология устроена таким образом, что из клетки выпускается воздух, внимание, и она замораживается жидким азотом. В таком состоянии она может храниться вечно. Эмбрион более живучая конструкция. Креоконсервация эмбрионов более выгодна, так как после разморозки, ответили мне, для оплодотворения яйцеклеток можно потерять 5-7% материала для оплодотворения. А эмбрионы являются результатом оплодотворения яйцеклетки сперматозоидом. И при разморозке процент потери биоматериала значительно меньше. И когда мне повторили эти слова, разморозка, биоматериал, эмбрион, и вот это вот всё, материал, то потом выпускание воздуха из клетки, то я понимаю, что что-то может произойти, и эти детки могут, я не знаю, но мне так кажется, чего-то не получить очень важного. Потом я стала анализировать. Думаю, а может быть, Господь дал нам возможность, может быть, Он готовит человечество к чему-то. Ведь всех тайны мы не можем познать. Каждый год делается какое-то открытие. Шаг за шагом Господь позволяет человеку заглянуть дальше, вперёд, дальше. Если взять нас 50 лет тому назад, насколько мы были отсталые, и прошло полвека, и такие колоссальные шаги вперёд. Это и интернет, это и мобильная связь, это и телевидение, это и радиовещание, и всё-всё-всё-всё-всё-всё-всё. А в медицине сколько всего было сделано. Вот эти вот органы сердца с аппаратом, электромобили, солнечные батареи. И это можно перечислять бесконечно. С другой стороны, думаешь, ведь для чего-то, наверное, он готовит, и мы своим человеческим умишкой понять всё невозможно, не можем. Когда идёт реакция со стороны каких-то церквей, такая прямо сразу резкая, с одной стороны, я понимаю, нам нельзя ни в коем случае отходить от священного писания. Нам, людям. И священное писание тут совершенно чётко говорит по отношению супругов. «Одно целое». «Одно целое». И по усыновлению совершенно чётко оно говорит, что «да, это нужно делать, это просто необходимо делать, что не бывает чужих детей, они все наши, что это очень приятно для Богу». Когда вы делаете приятное Богу, да вам в тысячи раз воздастся приятным. Вы знаете, на это опираются большинство иностранцев, большинство верующих людей, например, Соединённых Штатов Америки, которые приезжают, ну, например, в Украину или в другие страны бывшего СССР. И именно они не из-за своей там радости, они именно из-за служения, они себе вот придумали вот такое служение, берут, например, совершенно больных деток, которым очень тяжело, они максимально их восстанавливают. И у меня есть передача, где я показывала, как эти детки теперь живут. Они шанс этим детям такой дают, мощный. Жить в стране, где для инвалидов абсолютно всё, где на первом месте инвалид, а потом всё, потому что если инвалид будет себя чувствовать вольготно, прекрасно и свободно, то представляете, как будут чувствовать тогда люди, у которых всё функционирует. Вот так построена жизнь, например, в Штатах. Ну вот, что я думаю. Вот как они говорят, материал, эко-материал. А эко-материал может и быть и заражён. Целой цепочкой. Там могут быть и вирусные гепатиты, туберкулёзы, ВИЧ и так далее. Когда ты не... Или, например, когда ты делаешь эко и не знаешь, допустим, партнёра. Да? И не знаешь, какая женщина... Вот ещё есть такое. Вынашивают, когда другие женщины вынашивают кому-то, для кого-то. Вы знаете, что у любой женщины и есть связь с этим ребёночком. И это её плоть и её кровь, которая питалась в течение девяти месяцев от этой женщины. И она... Она сохраняется на протяжении всей жизни. Это учёными уже доказано. И это тоже Господь Бог заложил. Точно так же я отношусь отрицательно к донорам спермы. Да? Молодые здоровые люди или нездоровые люди. Кто там знает, какие они, какое у них духовное внутреннее. И вот они отдают... И где-то у них растёт дитё. Это тоже самое брошенное дитё при живом биологическом отце. Это не есть норма. Потому что, опять-таки, переходим на Священное Писание. там чётко-чётко написано, что отец должен учить юношу, сына. Вот. И целый ряд инструкций в Священном Писании по тому, как должен отец относиться к своему ребёнку, ребёнок к отцу, как нужно почитать отца и мать своих и так далее, и так далее, и так далее. Ну вот так, как-то так. И что будет с этими людьми, которые фактически оставили свою плоть и кровь кому-то? Что с ними будет? Это я так, это я чисто ряд вопросов задаю, просто ряд вопросов задаю. Я никого не сужу, я не выскажу, я где-то субъективное мнение своё могу сказать, но мне интересно и ваше, а как вы к этому относитесь? Одна женщина вообще написала тому доктору, что если я сделаю консервацию, у меня есть где-то лет пять для создания семьи и рождения ребёнка? Вопрос вот такой, представляете? Ну, ей так ответили, что в случае отсутствия постоянного партнёра есть возможность оплодотворения своей яйцеклетки донорской спермы. Мы много лет пользуемся, ответил доктор, банком донорской спермы, и донорами являются молодые здоровые люди, обследованные, так что за это можете не переживать. Во-первых, хотелось бы сказать той женщине, что на всю воля Божья, только воля Божья. С такими мыслями, с такими планами люди считают себя выше Бога. Эти люди, которые говорят, вот в течение пяти лет я создам семью, и вот через шесть лет я рожу ребёнка, а через семь лет мы будем там-то, а через восемь лет они будут... Вы знаете, эти люди очень сильно рискуют, потому что ох, как Создателю Всевышнему не нравится, когда мы вот таким образом рассуждаем. Мы даже не знаем, что будет с нами завтра, поэтому всегда нужно говорить дай Бог или на всё воля Божья или если Бог даст, то вот так вот нужно рассуждать. Это внутри должно сидеть в вас, это не просто там сказать, а именно так рассуждать, так мыслить мы должны, чувствовать так должны, что если Бог нам позволит, но для того, чтобы он позволил, нужно с молитвой к нему обратиться, и он тогда позволит. И многое может произойти, и больше, чем уверенно, не надо будет делать никакую криоконсервацию, если по-другому подходить к жизни с самого начала. Так что не бойтесь, не бойтесь себя посвящать детям, не бойтесь делить свою любовь, делить свои финансы, делить радости и горести, растить, лечить, любить, учить, не бойтесь, потому что мы именно для этого пришли в этот мир, чтобы дарить любовь. И если вы будете достаточно долго молиться в духе, вы обязательно найдете ответ на все, что вам нужно. Вот посмотрите на одну из прекрасных женщин, которая и усыновляла, и сама рожала деток, и дарила, учила, лечила, любила. Я думаю, что потому и идет обильная награда. Будьте благословенны вы и ваши близкие, любви, здоровья, и не забывайте писать ваши мысли по этому поводу. По поводу заморозки, по поводу эко, по поводу усыновления, по поводу отношения к супругу как партнеру и страховка на будущее. Любви вам, радости, и понимания. Пока-пока.